Приветствую вас, давайте разберем то, что вы написали, давайте разберем ваш вопрос, который вы написали, и попробуем выработать некую схему того, что происходит с вами, и посмотрим, какие могут быть пути решения данной ситуации. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то же, что ответ Кудрячева Игоря Леонидовича, на мой взгляд, является очень лаконичным, очень точным, и, в общем-то, представляет из себя дорожнюю карту решения ваших проблем. Мой ответ в чем-то будет созвучен ответу коллеги вышеозначенного, и пускай вас это не смешает, я постараюсь сделать минимум повторений, но в чем-то глобально ответ, наверное, будет совпадать. Вот, хотя я, безусловно, постараюсь несколько подробнее раскрыть вашу проблему. Итак, вы пишите, с мужем прожили около шести лет, развились два с половиной года назад. Смотрите, два с половиной года назад, вы с мужем развились. Развод, это то, что довольно редко проходит бесследно для людей. Развод, это то, что почти никогда не проходит бесследно для людей. Является травмой для обоих супругов, в том числе и для вас. Несмотря на то, что вы такой вот человек, как вы говорите, спокойный, что вы такой вот человек, как вы говорите, уравновешенный и так далее. Вот. Это первое. Да? То есть, почему вы развились? Из-за чего вы развились? Какие были причины для развода? Чья была инициатива развода? Вы в конце своего текста пишите о сложности перевода вашего мужчины в категорию бывший муж. То есть, последний посторонний человек. Это на самом деле не так. Потому что бывший муж, это не посторонний человек. Бывший муж, это бывший муж. Да. Такой особый человек. Вот. То есть, если у вас, если между вами был развод два с половиной года, и года назад, фактически вы стали чужими людьми. Но вы продолжаете это отрицать. И даже больше скажу, судя по вашему тексту, хотя хронология здесь не очень ясна, после развода вы сможете спать. Спали. И даже забеременеть дать. О. Дальше. На тот момент старшей дочери было 1,3 года. Жили вместе, как на тот момент казалось мне гармонично. На тот. На какой. На тот. На какой. На момент развода. На момент развода. Но если на момент развода, то откуда тогда были взаимные сильные чувства. Когда у людей взаимные сильные чувства, они не разводятся. И если вы имели ввиду что-то другое, нужно пояснить. Иногда были неприятные моменты впечатливые по причине его впыльчивого характера. Здесь интерес. Интересно, потому что вспыльчивость является частью характера человека. И это можно, конечно, исправить. Это можно подкорректировать, безусловно. Но все-таки, все-таки, это характер человека. И вы, находясь в отношениях с мужчиной, вроде как принимаете такой его характер. Принимаете его впыльчиво. Или не принимаете. Вы говорите, что неприятные моменты из-за его впыльчивости. Но неприятные моменты для кого? Для вас. Так при чем здесь его впыльчивость, если неприятные моменты для вас? Вам неприятно. Не из-за его впыльчивости. Вам неприятно? Просто потому, что неприятно. Что впыльчивость его здесь неприятна. Его впыльчивость просто вскрывает ваши слабые, уязвимые места. Это так. Дальше. Я человек уравновешенный. Выглядеть из себя меня очень трудно. Как показывает дальше ваш текст, это скорее не уравновешенность. И не психологическая устойчивость. А это скорее рационализация проблем. Рационализация конфликтов. Рационализация того, что вам не нравится. Того, что вас не устраивает. Того, что вас расстраивает. В основном, это закрывание глаз на эти вещи. По прошествии времени, мне уже не кажется все таким идеальным. Опять же, по прошествии времени какого? О каком времени вы говорите? Какое время прошло? Что вы подразумеваете под тем, что по прошествии времени? Опять же, вы имеете ввиду время до развода, вы имеете ввиду время после развода. Непонятно. Значит, мне не кажется все таким идеальным. Но идеальным, я открою вам небольшой секрет, идеальным ничего не бывает. То есть, всегда есть проблема. Это нормально. И если вам казалось ранее что-то идеальным, то вероятно, я повторяю, вероятно, это было не что иное, как идеализация. За идеализацией всегда стоят желания. То есть, вам нужно было это идеализировать, чтобы. Чтобы что-то. Дальше. Дальше. Понимаю, что не так легко дались не эти годы. Еще есть его с предстрастием к выпивке и многочисленным изменам, о которых я узнала после того, как он ушел. Вот, опять же, не совсем понятно. Когда он ушел? После развода? Ну, вы говорите, что вы на тот момент жили вместе. То есть, вот, хронология не выдержана. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Дальше. Не так легко дались не эти годы. Что это значит? То, что вам не так легко дались не эти годы, означает, по сути, что было тяжело. Да? Вам было тяжело. Вам было тяжело находиться с мужчиной, вам было тяжело поддерживать с ним отношения, вам было тяжело с ним взаимодействовать. Если вам все это было тяжело, то, вероятно, вы себя преодолевали. То есть, вы себя, по факту, заставляли это делать. Ради чего, почему это уже детали, ну, по факту, вы себя заставляли. Когда человек себя заставляет, он, по сути, занимает позицию жертвы. Он игнорирует себя, он обесценивает себя, он обесценивает свои чувства и старается делать то, что нужно для другого. Как в данном случае и произошло с вами. Дальше. Значит, его пристрастие к выпивке и многочисленным изменам. Очень важно, как вы воспринимаете его проблемы с алкоголем. То есть, я не знаю, насколько серьезно, конечно. Вот. Ну, и как вы восприняли известие о том, что он вам изменял и неоднократно. Как вы это узнали, кстати говоря, почему поверили, что это правда и как восприняли. Потому что измена, это тоже травма. То есть, видите, уже два травмирующих обстоятельства. Развод и травма. Ой, развод и измена. Простите. Развод и измена. Он объяснял свое решение материальными проблемами. Он сломлен, не тянет вам, без меня будет лучше. Ну, вот. Кто-то, например, Александр Ковальчук, говорит, что мужчина вами манипулирует. Я склонен думать, что у вас такие требования к мужчине, что мужчина чувствует, что он не справляется. Плюс алкоголизм и плюс измена, это потребность в любви у мужчины. То есть, вы выбрали недолюбленного мужчину. Почему так? Из-за чего так? Я не знаю. Пока. Можно предположить, что подознательно вам казалось, что с недолюбленным мужчиной легче строить отношения. Вам казалось, что недолюбленный мужчина будет вашим целиком и полностью, и за счет ваших требований будет к вам привязан. Я могу ошибаться. Здесь это просто один из вариантов возможных. Я не прошу воспринимать его как единственно верный и как основной. Просто это то, что сейчас на данный момент пришло мне в голову. Первым я об этом вам и сказал. Вот. Но тот факт, что мужчина недолюбленный очевиден. Тот факт, что вы выбрали недолюбленного мужчину, тоже факт очевиден. И тот факт, что у него возникло ощущение, что он не тянет вследствие каких-то важных действий. Это тоже факт. Дальше. Через несколько месяцев он уехал из города, но я остыл, и мы продолжали поддерживать связь. Вот что значит я остыла? Что это значит? Это значит мы продолжили поддерживать связь. То есть как-то странно, я остыла, но связь мы продолжили поддерживать. То есть вы хотели поддерживать связь с мужчиной? Если да, то зачем? Если он хотел поддерживать связь, то опять же зачем, если вы уже развелись по сути? Так, изначально целью было привести меня и дочь к себе, куда к себе. Попробовать начаться сначала. Это иллюзия. Начать всё сначала нельзя, потому что опыт он... Ну, опыт никуда не исчезает, опыт никуда не девается. То есть это такая вот идеализация, опять же, идеализация отношений, потому что опыт никуда не девается. Можно опыт обработать, можно опыт принять, можно опыт использовать. Но с начала с чистого листа отношения начать невозможным. Дальше. Так, когда он станет материально устойчивым. То есть видите, здесь уже есть некоторая условность. То есть когда я стану устойчив, то соответственно всё это будет. Это что угодно, только не любовь, потому что любовь это всё-таки такая достаточно безусловная история. Время шло, мы общались дистанционно, дважды за год мы с дочерью приезжали к нему на пару дней по моей инициативе. Зачем? Опять же. После последнего приезда я узнала, что беременна. Но вот вы говорите об этом так, как будто это произошло само собой. Вы вступили с мужчиной, который перестал быть вашим мужем, который являлся бывшим мужем в интимную связь. И забеременела. Насколько это случайно? Для чего вы выступали в интимную связь? Вы просто его хотели? Это было связано с тем, что вы однолюб, как вы говорите. Но опять же, если вы однолюб, непонятны причины развода. Разводятся люди, когда понимают, что все, чуть больше нет. Или негатив от проживания перевешивает позитив. Тут опять же, вот, противоречит. Дальше. Это многое изменило в его планах. Он так же собирался перевести нас в другой город, но жить вместе уже не захотел. Два ребенка – это большая ответственность в его слов. Вот тут вот пока получается, что вы выбрали себе мужчину, такой очень неуверенного в себе. Пока что. Пока что получается так, что вы выбрали мужчину, который очень в себе неуверен, который комплексует по поводу того, что не может соответствовать вашим требованиям к нему. Это произошло незадолго до роду. Это произошло. И что именно произошло? Непонятно. Незадолго до роду, мы переехали, он помог нам устроиться на новом месте. Неделю прожили вместе, причем нас это довольно сблизило. Но опять же, вы говорите во множественном числе нас. Вы можете говорить только про себя. Вы можете говорить, что это именно вас сблизило с ним, но не вас с собой сблизило. Как бы вам это ни казалось. Дальше. Да, как вы воспринялись, что он не собирается жить вместе? Как выяснилось. Опять же, вот здесь вот какое-то, знаете, чрезмерное полагание на человека. Дальше. Значит так. Неделю прожили вместе, затем он уехал работать на север. Он до сих пор там находится и приезжает, пока не собираются. Как выяснилось. Ну вот, видите, вы пишете, значит, так. Сейчас я подшу кое-что найти. Так. Жить вместе уже не захотел. А, нет. Вы пишете, что приезжает, пока не собираются, как выяснилось. А вы снова ожидали, что он собирается приезжать. Почему? То есть такое ощущение, что вы в раз забыли те причины, которые привели к разводу. И как будто снова начали, не знаю, снова начали хотеть быть с ним вместе. Роды прошли без него, а даже не были с ним. И уже 7 месяцев я живу с моими дочками одна. Могу сказать, что я не чувствую сейчас особого детства вот от этого. Потому что, во-первых, привыкла за почти все годы уже. Вы говорите, вы говорите так, как будто это что-то негативное. Еще раз напоминаю, вы развелись. Во-вторых, на расстояние от родственников, которые могут вмещаться в мою жизнь. Это интересный момент, потому что родственники могут, ну, все угодно, может вмещаться, только в том случае, если вы это позволяете. Если вы это позволяете, значит, у вас не построены личные границы. И, скорее всего, есть некая проблема с тем, чтобы сказать нет человеку. Отказать ему. Страх обидеть, чувство вины, вот это все. В-третьих, потому что я считал до недавнего времени, что мы все-таки пара, с которым работать. Я думаю, с детьми это было для меня прекрасным решением. Почему? Почему это прекрасное решение, если, во-первых, вы развелись с мужчиной, и вы уже не пара. Во-вторых, если вы дома с детьми, а он работает, то это еще не означает, что вы пара. Да, это классическая семейная организация, традиционная, но это не означает, что вы пара. Самый главный здесь вопрос, как то, что вы считали, что вы пара, соотносится с тем, что вы развелись с мужчиной. Так было до недавнего разговора, где я все-таки вытянул из него признание, что он не хочет возобновлять отношения. Зачем вы вытягивали? Опять же, это звучит так, что вы настаивали, что вы тянули, тянули, тянули. Для чего? Приоритетом для него является работа, а он будет приезжать периодически и нечасто. Самое главное считать, что характер у него не изменится, то есть я нестрахованный от изменок будущего, а он не хочет, чтобы я страдал. Ну, правильно, характер меняется тяжело, это так. И вот ощущение такое, что вы от него как будто прям ждали каких-то перемен, но на чем основывались эти ожидания, опять же, не совсем понятно. Я с ним согласна страдать всю жизнь, я не хочу, периодического общения мне будет недостаточно, почему я должна удовольствоваться крохами? Это так, но есть в вашем вопросе что-то, чтобы я назвал неуверенностью. То есть вы спрашиваете нас, но вы как будто злитесь, как будто вы что-то чувствуете. Вот я бы хотел на это чувство обратить ваше внимание. Все как женщины нуждаются в любви и заботе. Вот это ошибка. Вот это ошибка. Тот факт, что вы женщина не означает, что вы нуждаетесь в любви и заботе, а если вы нуждаете, то не означет, что это должен Вам давать другой человек. То есть если вы женщина, то вы нужд... ээээ... не нуждаете в любви и заботе других людей, совершенно не обязательно. То есть получается, что по важному женщине это такое достаточно зависимое существо, которое нуждается в любви и заботе. Понятно, что любой человек нуждается в любви и заботе, не важно, мужчина это или женщина, но вы как будто это привязывает именно к тому, что вы женщина. Здесь есть опять же некая жертвенность, на мой взгляд, потому что вы ставите себя в такую своего рода зависимость от мужчины, а это ничего хорошего вам дать не может, в принципе. То есть если вы говорите, что я как женщина нуждаюсь в любви и заботе, то по сути вы, как это сказать, вы обосновываете факт своей жертвенности. Вы обосновываете факт своей жертвенности. То есть вы обосновываете факт переноса ответственности за себя, за свое благосостояние и за свою гармонию на другого человека. Вот. И это все, несмотря на то, что вы привыкли, как вы говорите, жить одна, несмотря на то, что вы уравновешенный человек, как вы говорите, опять же, и так далее. То есть согласитесь, но есть здесь некая такая противоречия. Вы конечно можете со мной быть не согласны, но тем не менее. Дальше. Так. Прямо говорит в том, что если кто-то достойный встретиться на моем пути, чтобы я не раздумывал. Это разумно и честно, умом я понимаю, но как быть сердцем, как привести его из разряда сущенного в бывший мужья по вакту постороннего человека. Как я уже сказал, бывший мужь – это не посторонний человек. Сущенным он вам перестал быть, когда вы развились. То есть я бы здесь обратил ваше внимание на факт развора, что привело вас к развору, какие мысли, выводы и так далее. Что касается того, что вы сейчас к нему тяготеете, то это может быть как и любовь, но любовь ставит свои цели – сделать счастливым другого человека. Вы, по крайней мере, в вашем тексте такой цели я не заметил. Зато я заметил некую потребность в этом человеке. То есть здесь ваши чувства очень сильно напоминают некую потребность. И это ваши потребности и с этими потребностями, возможно, имеет смысл работать. То есть, возможно, имеет смысл работать с тем, в чем вы нуждаете от человека. Возможно, речь идет о той самой заботе и любви, которую вы раскрываете. Возможно, речь идет об этом. Возможно, речь идет о чем-то еще. Но так или иначе, на это нужно обратить внимание. Что представляет из себя ваши чувства. Вот. Дальше. Притом, что мы будем продолжать общаться из-за детей, он финансово нам помогает. Ну, здесь, опять же, очень важно работать над тем, как вы это воспринимаете. То есть над вашим восприятием того, что происходит. Дальше. По себе знаю, я однолюб, пока не до конца не освобождет место в моем сердце, ни то другое туда не проникнет. Ну, как вам сказать. Это правильно. Но это не однолюбство. Не однолюбство. Однолюбство – это когда всю жизнь любишь одного человека. Вы не любите мужчину. По крайней мере, по тексту я не могу сделать такой вывод. Вы не хотите для него ничего. Вы не хотите для него счастья. Вы не хотите, чтобы ему было хорошо. Все ваши чувства, связанные с мужчиной – это желание. Ваше желание. И идея в том, чтобы эти ваши желания раскрыть. И понять, что вы хотите. Чтобы доказывать, с чем вы боретесь, какие у вас конфликты. Внутренние ваши. Возможно, вам вредит именно то, что вы такой равновешенный человек и не проявляете эмоционально. Там, где нужно было бы ее проявить. Возможно, что это в вашем женском поведении является деструктивным по отношению к мужчинам. Я не знаю. Но работать нужно в этом направлении. Что это? Детские или родительские отношения или чисто личностные проблемы? Не известно. Нужно исследовать. Но сейчас выглядит так вот. Если ваш основной вопрос заключается в том, что как быть сердцем и как привести его из разряда суженного в бывшие мужья, то помимо работы с представлениями, которые у вас не совсем корректны, еще предполагается работа с чувствами. О которой сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Работа с чувствами предполагает индивидуальную беседу с вами, направленную на исследование ваших эмоций и на выявление корней тех или иных переживаний. Если вам это интересно, с радостью будем рады вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok